Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. За сутки ВСУ отбили шесть атак российских оккупантов, сообщает вечерняя сводка Генштаб Вооруженных сил Украины. На Купинском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки, Первомайского и Невельского Донецкой области. Силы обороны отразили все атаки. Самые активные бои на Авдеевском направлении. Штурмовые и наступательные действия противник акцентирует на Авдеевке и Новомихайловке. В основном это атаки пехотой, почти без задействования бронетехники. Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия в Телеграм. На южном направлении украинские защитники ликвидировали из Хаймарс российскую реактивную систему залпового огня ГРАД. А бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили дорогостоящий российский зенитный ракетный комплекс ТОР. В течение прошлых суток на фронте произошло более сотни боевых столкновений, интенсивных боев. Наиболее жестко в Авдеевке, Марьинское направление, Красногоровка, Лиманское направление, Северское направление, Купенское направление наше, Херсонское направление в крынках. Наша стойкость сейчас, уничтожение врага сейчас критически важны. У России не должно быть иллюзий, будто ей что-то удастся. И я благодарю каждого нашего воина, всех в Украине, кто сражается сейчас, кто работает сейчас, кто помогает, чтобы наш народ, наше государство могли выиграть этот год. Силы обороны Украина сосредоточились на уничтожении российских ракетных установок, а также достигли прогресса в ослаблении противовоздушной обороны армии РФ, сообщают в воздушных силах ВСУ. Если мы говорим о крылатых баллистических ракетах, то они их производят. Хотя все не так быстро и просто. Также зенитные ракеты, С-300, Буки, все производится. Поэтому силы обороны сосредотачиваются на уничтожении самих установок. Также ПВО российское прореживается. То, что они именно сытили линию боевого столкновения, это 100%. Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в интервью изданию «Фокус». Тем временем, во временно оккупированном Крыму партизаны зафиксировали транспортировку очередной партии подбитых российских танков. Колонну заметили в Евпатории. На этот раз нашим агентам удалось зафиксировать транспортировку Т-62, которые принимали участие в войне России против Украины на запорожском направлении. Исходя из того, что наши агенты часто замечают в Крыму поврежденную технику Вооруженных сил Российской Федерации, мы можем сделать вывод, что силы обороны Украины успешно отражают попытки россиян продвинуться и захватить новые территории. Мы продолжаем разведку и сбор новых целей для дальнейшего их уничтожения. Из сообщения партизанского движения «АТЭШ» в Телеграм. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 375 тысяч человек. За сутки были уничтожены 750 военных, 4 танка, 10 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники россиян.